Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, который знает о том, как помогать людям и использует для этого все возможности. Волонтер, меценат и бизнесвумен Анастасия Каграманян. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Расскажите о себе. Я являюсь активным волонтером. Организую сборы для солдат, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Также я являюсь меценатом. Я занимаюсь спортом, люблю творчество во всех его проявлениях, люблю путешествовать, люблю открывать новые горизонты во всех сферах своей жизни. А также я владею бизнесом в Рязани, связанным с общественным питанием. В чем заключается работа вашей некоммерческой организации? Наша работа заключается в том, что мы помогаем людям с ограниченными возможностями адаптироваться, социализироваться в общество. А также мы ведем контроль над исполнением федерального закона по доступной среде для инвалидов. Также я пишу проекты и успешно их реализую на протяжении многих лет по привлечению федеральных средств на конкурсной основе. Расскажите, какой проект сейчас реализуете? На данный момент мы реализуем проект под названием «Фестиваль семья». Данный проект заключается в том, что люди с семьей с ограниченными возможностями совместно с волонтерами отправляются в трёхдневный отдых, где будут проходить спортивные соревнования, совместные утренние зарядки, плюс будут и очень интересные познавательные мастер-классы для детей, и интересные лекции от волонтеров, в которых люди с ограниченными возможностями узнают очень много нового. Совместные утренние, плюс будут и очень интересные познавательные мастер-классы для детей, очень много нового. Вы волонтер-меценат. Кому ещё и чем помогаете? На протяжении двух лет мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для наших солдат, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Расскажите, как давно была последняя отправка гуманитарного груза? Отправка была совсем недавно, как раз недавно был праздник День воздушно-десантных войск. И совместно со всей гуманитарной помощью, которую мы отправили, сделали огромные флаги с гербом ВДВ, где каждый меценат, такой же, как и я, расписался, написал пожелания, поздравления. Было очень приятно видеть, когда наши ребята отправили нам видео с этими флагами и со словами благодарности. Субтитры создавал DimaTorzok Со всей гуманитарной помощью, которую мы отправили, сделали огромные флаги с гербом ВДВ, где каждый меценат, который был в Бернаде, так же, как и я. Волонтерство Сидим, общаемся, пьем чай с людьми, которые остались одинокими, которым просто необходимо внимание. Расскажите о вашем бизнесе. Я очень люблю вкусно готовить, и именно поэтому мой бизнес связан с едой. У нас есть сеть общественного питания, которая занимается приготовлением очень вкусных, необыкновенных блюд. У нас есть очень обширное меню, и каждый гурман найдет на свой вкус. Блюда у нас самые простые. Они готовятся из мяса, рыбы, овощей, грибов. Но именно подход к готовке, именно необычный маринад и наш фирменный соус делают эти блюда уникальными. Большой популярностью пользуются у нас большие мясные подносы. Они выглядят очень красиво и украсят любой праздник на вашем столе. Вы сами занимаетесь бизнесом или вам кто-то помогает с персоналом, с какими-то организационными моментами? Именно организационными моментами, подбором персонала, продвижением я занимаюсь сама. А также я лично принимаю участие в дизайне этих красивых подносов, потому что я человек творческий и очень люблю вкладывать свое творчество в свой бизнес. Из нашей беседы я поняла, что у вас достаточно насыщенная жизнь. Какие ставите цели на будущее и чем занимаетесь сейчас? Да, несмотря на очень плотный график, я всегда нахожу время на себя. Я посещаю выставки, различные семинары, которые потом мне помогают в работе в моем бизнесе, а также в моей волонтерской деятельности. Сейчас я осуществляю свою давнюю мечту. Я учусь кататься на мотоцикле. И в ближайшее время я буду себе уже присматривать и покупать спортивный байк. Спасибо огромное, Анастасия, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч!